Сегодня мы с вами будем смотреть, как можно применить формулу разности квадратов для вычисления каких-то числовых выражений. Итак, давайте рассмотрим первое. 16 в квадрате минус 10 в квадрате. Вы скажете, можно воспользоваться таблицей. Не всегда же таблица доступна. Особенно это касается профильного математики в 11 классе. Итак, я нарушно беру небольшие числа, чтобы вам было легче понимать. Итак, первая скобка 16 минус 10. Вторая скобка такая же 16 плюс 10. Посчитали каждую скобку. 16 минус 10 это 6. 16 плюс 10 это 26. И теперь мы можем спокойно умножать. Значит, кому трудно, это можно производить в столбик. 6 и 6, 36, 6 пишем, 3 в уме, 6 и 2, 12 и 3 в уме, 15. Получаем 156. Это был первый пример. И давайте рассмотрим еще один, более сложный. 26 в квадрате минус 12 в квадрате, а в знаменателе 54 в квадрате минус 16 в квадрате. Пользуемся нашей формулой. Итак, первая скобка в числителе. Поскольку тут 26 квадрат минус 12 квадрат, мы пишем 26 минус 12 на 26 плюс 12. Знаменатель 54 квадрат минус 16 квадрат это 54 минус 16 на 54 плюс 16. Просчитываем каждую скобку. 26 отнять 12. Это у нас получается 14. 26 плюс 12 это 38. Знаменатель 54 минус 16. Значит, кому трудно, я не устаю повторять. Пожалуйста, в столбик. 54 отнять 16. Занимаем 14 отнять 6. Получаем 8 и 4 отнять 1. Это 3. 38. То есть 54 минус 16 это 38. Умножаем на 54 плюс 16. Это 70. Что мы с вами видим? 38 числителей, 38 знаменателей. Их можно отбросить. И остается 14,7. 14 и 70 делятся на 7. Получаем 14 поделить на 7. Это 2. 70 поделить на 7. Это 10. То есть 0,2. 2,10. То есть 0,4. Продолжение следует...